Недалеко от Сочи, на базе одного из пансионатов города Лоо, прошел летний терапевтический лагерь, который организовал Всероссийский фонд «Центр здоровой молодежи». Основная работа фонда – реабилитация и ресоциализация нарко- и алкоголезависимых. И подобный лагерь проводится уже не в первый раз. С центром тесно сотрудничают Государственная дума, управление УФСКН России, Министерство здравоохранения и различные религиозные конфессии. На базе лагеря в течение нескольких дней проходили конференции, брифинги, проводились лекции, на которых представители всех вышеперечисленных структур обсуждали план развития их дальнейшего взаимодействия. График работы был самым плотным. Люди, попавшие в центр, повидали немало горя, увы, щедро делясь им со своими родными. Теперь это совершенно другие личности. Общаясь с ними, понимаешь, что была проведена грандиозная работа как специалистами по реабилитации, так и самими реабилитантами. Каждого бывшего наркозависимого будто перевернули, вытряхнули все плохое, чем они были наполнены за годы употребления наркотиков и заложили в них совершенно новый фундамент, который теперь обрастает и новыми идеями, и перспективами, и вообще новой жизнью. Дошло до того, что два с половиной года назад я уже, в прямом смысле этого слова, лежал дома, один, никому не нужный, и умирал. Последние пару лет я употреблял уже дезаморфин, и достаточно серьезные проблемы со здоровьем начались. И тогда я понял, что надо что-то менять, что это уже не выход из сложившейся ситуации, надо куда-то, наверное, уезжать, что-то менять в своей жизни, если я хочу в дальнейшем хоть немножко пожить. Да, эти люди оступились, кто-то связался с плохой компанией, у кого-то, по его мнению, был сложный период, кто-то просто захотел попробовать. Их истории очень похожи, только вот развязка у каждого своя. Впереди у Игоря вся жизнь, теперь у него есть сын, есть мечты, есть надежда, и у него все получится. Главное, что шанс теперь имеется.